Он обратил на себя внимание сразу же. Ну, скорее, девчата, опаздывай. Вроде никакой игры, но изнутри вот чувствовалась большая человеческая фактура. До свидания, Ницин. Отношения наши очень быстро стали дружескими. Боря! Что с тобой, Боря? Бог ему дал все. Дал красоту, мужское обаяние, дал силу. Он так нравился женщинам. Он был любимицей женщины. Я люблю вас. Даже такое впечатление, что он не ходил по земле, а парил над ним. И, конечно, он светлый человек был. Светлый. В один из пасмурных осенних дней 1961 года съемочная группа фильма «Иваново детство» во главе с режиссером Андреем Тарковским, актерами Валентином Зубковым и Валентиной Малявиной отправились на Николину гору. Здесь была снята одна из самых известных и волнующих сцен в истории мирового кинематографа. Капитан Холин, флиртующий с молоденькой медсестрой Машей, проводит ее через рощу белых берез и в конечном счете ловит и целует ее, удерживая над траншеей. Тарковский вкладывал особый смысл в эту сцену. Поцелуй над траншеей отдаленно и очень непрямо он должен был ассоциироваться у зрителей с поцелуем у могилы. И Холин и Маша потом погибали. Это была задумка гениальная. Это было гениальное исполнение. И это, естественно, должно было быть своеобразным символом этой картины. Контраст между чувственностью и взаимным притяжением, и военным временем, которое, казалось, этому противостояло. На Венецианском фестивале в 1962 году картина Иванова детства впервые завоевала главный приз «Золотого льва» Святого Марка и с огромным успехом прошла в международном прокате. На афишах часто использовался кадр поцелуя двух героев. Захватывающий образ, красивый и зловещий захлебывались от восторга газеты во всем мире. Судьбы же двух актеров, их сыгравших, вполне могли лечь в основу сценария душераздирающей драмы. О Валентине Малявине известно больше, чем о втором участнике пары, Валентине Зубкове, но и его жизнь сложилась очень печально. В момент наивысшего успеха, конечно, никто не мог этого предположить. Малявина наслаждалась ярким романом с Тарковским, который в одночасье стал мировой знаменитостью, а Зубков продолжал активно сниматься. Всем был нужен актер, фильмография которого была довольно внушительная, а несколько картин были отмечены самыми престижными кинонаградами «Летят журавли», «Коммунист», «Отчий дом» и венчал этот список фильмов «Иваново детство». Маша, ну пойди ко мне. Сыч. Актер в роли Холлина показал мощную, но сдержанную страсть в ее естественном натуральном виде. Так оценила Валентина Зубкова зарубежная кинокритика и лестно сравнивала нашего актера с французским, окрестив его советским Оленом Делоном. И совершенно оправданно убежден актер и режиссер Родион Нахапетов. Лицо удивительное, волосы, взгляд. Вообще какая-то трогательная природа этого артиста, очень привлекательная. Актер снимался у молодого Нахапетова в небольшой роли, когда был уже на излете карьеры. Но для режиссера было очень важно пригласить в свою первую картину «С того и без тебя» именно Валентина Зубкова, которого любил и считал одним из самых талантливых актеров поколения шестидесятников. «Привет, начальство! Я тебя искал, искал, а ты...» «Вы продолжайте, я тут тихонько подожду». Обаяние Зубкова необычайно яркое. Оно тебя заражает. Ты веришь, ты подчиняешься этой его логике, его акцентам, его чувствам. Вот в этом смысле он актер, я считаю, незабываемый. Удивительно, что Зубков постоянно обходил на кинопробах такого харизматичного актера, как Владимир Высоцкий. Это произошло трижды. Первый раз в картине «Натисы» 1958 года, где оба боролись за главную роль шпиона Кларка. Чуть позже за роль солдата Тихонова в «Северной повести» и в конце концов за роль капитана Холина. А ведь Высоцкий сделал вроде бы очень удачные пробы, вспоминает исполнитель главной роли в фильме «Иваново детство» Николай Бурляев. Я помню, пробовался я с Высоцким, Володей. Он тоже пробовался на роль Холина. Пробовался ярко, эмоционально. Тарковский делал очень много проб с самыми разными актерами. Я думал, что он во мне сомневается. А он, оказывается, просто искал актеров под меня. Потому что у него я уже был как абсолютный претендент. Юный актер успел подружиться с Высоцким и был очень расстроен, что нового друга Тарковский так и не взял в Иваново детство. Почему же он предпочел Зубкова? Может быть, Высоцкому просто не повезло? Конечно, у Тарковского не могло быть ничего случайного. Актер тогда легко переиграл еще совсем молодого Высоцкого. И главное, у Зубкова был личный военный опыт, который ничем не заменишь. Ты чего? Да так, ничего. Фельдшерица у тебя подходяла я. В принципе, Андрей Тарковский сделал правильный выбор. Потому что Володе Высоцкому тогда было где-то 23 года. И он знал понаслышке о войне. А Валентин Иванович воевал. Знал, что такое война. И это все чувствовалось и в его стате мужской, и в его сути, и в его пребывании в кадре. Видно, что это воин. Зубков тоже был разведчиком, но не пехотным, как в фильме Тарковского. Он окончил высшее военно-авиационное училище в Армавире. В 43-м попал на фронт. За расстановкой сил противника наблюдал с высоты, находясь за штурвалом самолета. Но об этом времени рассказывать не любил. Выработал привычку хранить военные тайны. Эту особенность отмечают все, кто знал его лично. Я не помню, что Валентин Иванович что-то мне рассказывал о войне. Он мне так изредка что-то подбрасывало. Вот одну его синтенцию я запомнил. Коля, чем больше знаешь, тем больше молчи. Он не был таким, знаете, вот, я соберу компанию, расскажу про свои боевые дела. Не-не-не, веселить мне это все. Это все ему было чуждо. Сослуживцы отзывались о молодом летчике, как об очень смелом человеке. Валентин был готов к подвигам, но их не последовало. В 21 год у него открылся туберкулез. Он был так потрясен этим диагнозом, что даже всерьез задумался о самоубийстве. Обошлось. По болезни его комиссовали из армии и признали инвалидом. Но все несовершенные на войне подвиги Валентин Зубков совершил в кино. Прошел путь от солдата до командира. Воевал на суше, в воздухе и на воде. Ну, время, наверное, такое было. Все-таки в кино берут по физике, в физиономии. Вот такой и нужен был. Вот такой герой нужен был в это данное конкретное время в советской стране. Вот. И он точно в десятку попадал. Поэтому его и брали. Решение попробовать свои силы в актерском искусстве появилось само собой. Художественной самодеятельностью Зубков стал заниматься еще когда был курсантом летного училища. Он был артистически очень одарен. Причем в разных областях. Валя очень хорошо рисовал. Он прекрасно играл на гитаре. И, конечно, очень, очень, очень хорошо пел. Потому что у него был хороший мужской настоящий такой тембр. Он знал наизусть всего Есенина. Как и великий поэт, Зубков был уроженцем Рязанской области. Но еще ребенком вместе с родителями перебрался в столицу. В итоге все эти способности пригодились ему на вступительном экзамене в театральную студию Константина Воинова. Еще во время войны Воинов собрал вокруг себя немало молодых людей, буквально одержимых театром. Среди них был юный Ролан Быков, Анатолий Адоскин, Анатолий Эфрос. Желающих попасть в студию было хоть отбавляй. Но Валентин в толпе других талантов не затерялся и стал любимейшим учеником своего первого и единственного учителя. И Воинов в какой-то мере создал его, он видел потенциал его, и Воинов ему поверил. И поэтому вот это доверие очень много значит, это окрыляет актера. Когда Воинов пришел в кино, он многие годы снимал актера почти в каждом своем фильме. Но сначала в 1956-м Зубков получил свою первую главную роль в картине о целинниках-первопроходцах. Он сделал себе имя в знаковом возрасте, в 33 года. И даже название его первой картины было символичным. Это начиналось так. А на съемки к режиссеру Якову Сегелю он попал благодаря счастливому случаю. Все было готово к съемкам. Даже уехала часть группы. Как однажды сообщили мне, у нас не едет Андрей Петров. Такой актер в театре «Советская армия». Его не пускают на три месяца. А картину уже надо снимать. Поэтому срочно нужно найти актера. Зачем понадобилось приглашать человека без специального актерского образования, выпускник в ГИКа и исполнитель роли комсорга Николай Смарчков сразу не понял. Но бывшие студийцы Воинова, Сегели Быков, ни секунды не сомневались, что новичок быстро освоится на съемочной площадке. Старт Зубкова был признан очень успешным, и его карьера пережила вертикальный взлет. Это все очень легко и просто. Вся работа шла у него. Почему удивило? Как это там без образования? И так быстро? Как же так? А мы четыре с половиной года в институте. Зубков великолепен. Поэтому пошел картину за картиной. Уже в следующем, 57-м году, Зубков снимается у двух маститых советских режиссеров. Михаила Калатозова и Юлия Райзмана. Первоначально Райзмант тянул Зубкова на роль героя-коммуниста. То ли начинающий актер побоялся не оправдать ожидания режиссера, то ли для роли кулака Степана нашел больше выразительных красок, но от выигрышного по всем статьям предложения Валентин отказался. Коммуниста сыграл Урбанский, Зубков его ярого антагониста. Когда вышел фильм «Коммунист», все просто в шоке были. Как это Зубков сыграл такого мерзавца, просто отвратительно. Хотелось тут же вот прям в кинотеатре пристрелить его или задушить, броситься на экран и схватить этого персонажа, который он сыграл у Райзмана. Во время съемок Райзман буквально не чаял души в актере, который выполнял любые его требования и выполнял слету. Легко играл интонациями и моментально переходил от одного состояния к другому. А вот мхатовскому студенту Евгению Урбанскому роль далась очень тяжело. Он был неуклюж, неповоротлив и очень зажат. Райзман отдал ему очень много сил, прогоняя одни и те же сцены десятки раз и повторяя дубли. Результат стоил затраченных усилий. Урбанский с коммунистом объездил полмира. А над Зубковым нависла угроза. К нему могло крепко-накрепко приклеиться амплуа злодея. Поэтому обычно актеры таких непрестижных ролей опасались. Но этого с ним не произошло. Наоборот, режиссеры увидели, что у него есть потенциал воплощать большие и сложные характеры. Неповторимая личность – это Зубков в каждой роли. И в «Коммунисте» поразительная вот эта амплитуда, когда он мог играть и роли героические, и роли просто антигероев. Уже в следующем фильме «Летят журавли» актер сыграл бок о бок с восходящей звездой советского кино Алексеем Баталовым. Зубков исполнил небольшую, но очень значимую роль друга главного героя Бориса. Борис погибает, выбираясь из окружения. Боря! А Степан через пять лет возвращается домой с победой на поезде, утопающем в цветах. И от него же невеста Бориса Вероника узнает о смерти жениха. Вероника! Степан! Цветы. Две. Две. Что? Понимаешь? Вот. Поверить, что воин-победитель и лютый кулак, сыгранный одним и тем же человеком, было очень сложно даже опытным профессионалам. Мужики к нему наши, актеры, герои наши все, к нему относились так, знаете, что он полуфабрикат вроде, но немножечко я так ощущала, что они немножечко ему завидуют. Он относился к плеяде вот таких актеров, которые вроде как о ней ничего не играют. Но в них влюблялись просто миллионы зрителей. После каждой картины, после каждого его появления на него набрасывались режиссеры снова и снова. Сохранилось несколько писем актеру Валентину Зубкову от разных режиссеров. Вот одно из них, от Льва Кулиджанова. В тот момент он собирал свою кинематографическую труппу для фильма «Отчий дом». «Дорогой Валя, видишь, до чего дело дошло? Режиссеры ездят, даже летают к тебе в экспедиции договариваться о работе. С одной стороны, меня это радует. С другой стороны, не скрою, а беспокоен. Вдруг возьмешь да откажешься. А мне, признаться, очень хочется, чтобы ты играл эту роль». Были письма приглашений от Иосифа Хейфица и от Михаила Рома. А в конце 59-го года праздничный номер журнала о кино «Советский экран» вышел с обложкой, на которой была опубликована фотография Валентина Зубкова в элегантном пальто при порошенном снегом. В предисловии к большой статье о нем, известный фото-журналист Борис Веленкин сообщал, что с трудом застал дома популярного актера. Он то снимался, то находился в экспедиции, на озвучании фильма или на встрече со зрителями. Оказывается, Зубкова взяли в штат киностудии «Мосфильм», что было очень престижно. Автоматически он попал в коллектив театра-студии киноактера. «Только придут там в театр киноактера, там уже с нарядом в другую картину, будьте любезны, от диспетчерской, это от актерского отдела «Мосфильма». Ну вот он был актер штата «Мосфильма». Его не отправили там на студию Горького». Взрыву популярности Зубкова предшествовали несколько важных событий. В 1958 году в кино дебютировал «Воинов». Он начал со съемок психологического детектива про партизан. Трое вышли из леса. Сценарий был написан одним из лучших кинодраматургов в стране Иосифом Ольшанским на пару со своей женой Ниной Рудневой. И если у Зубкова был карт-бланш, то за главную женскую роль боролось несколько известных актрис. Одной из которых была первая красавица еще до военного времени, лауреат Сталинской премии, сама Лидия Смирнова. Ей очень понравился этот сценарий. И она просто, не жалея живота своего, все-таки сделала все и подтяжку, и все омолодила себя. Ну, просто она вывернула себя наизнанку, но она добилась того, что она снялась в этой картине. Фильм получился одним из лучших в детективном жанре и держащим в напряжении до самого финала. Зрители гадали, кто из троих друзей предал партизанский отряд. А критикам очень понравилось сложное психологическое наполнение роли Зубкова. Из открытого, порывистого юноши в послевоенное время его герой Сергей Кошелев превращался в мрачного отставного партизана, пропивающего последние деньги в дешевых ресторанах. Давай за голубей выпьем, Паша. При чем тут голубь? А при том, что они мне детство напоминают. Ох, и знатной голубятни у меня была. Со всех улиц приходили смотреть. Взвонишь, бывало, и сам вроде вместе с ними. А небо, ну, я больше такого неба никогда не видел. Синий-синий и чистый. Давай выпьем. А теперь, для чего так живу, не знаю. Зачем эту дрянь пью, не знаю. Но зачем Воинов, который хорошо знал своего ученика, предложил ему эту драматическую роль с надломом? И была ли дистанция между актером и исполненной им ролью? Дамара Семина, повстречавшая Валентина Зубкова несколькими годами позже на съемочной площадке фильма «День счастья», уверена, что актеру уже не требовалось погружения в образ неудачника. Он играл самого себя. Такой нежный человек, такая у него незащищенная какая-то душа, какой-то он такой весь обнаженный нерв, и даже такое впечатление, что он не ходил по земле, а парил на дне его. Почему же у актера в самом начале карьеры появились первые признаки депрессии, можно строить только предположения. Возможно, внутренне он не был готов к обрушившейся на него славе. А может быть, подкосились семейные неурядицы. Его жена Нина выходила замуж за простого человека, а жить пришлось с кинозвездой. Ответы на эти вопросы Зубков прятал глубоко внутри себя. Актриса Нона Мордюкова была одной из немногих, кому Валентин доверял свои личные тайны. Они познакомились на съемках у Кулиджанова, и с тех пор были очень близки, рассказывает сестра Мордюковой Наталья Катаева. Они с Ноной подружились, вот, как брат и сестра. Он приезжал к нам первое время на пироговку. Он так вот с Валей, значит, у него там что-то дома все время были какие-то нелады. Я никогда не знала, и Нона никогда не выдавала. Вот что ей доверили, что-то у него не в порядке было. Она говорит, Валька, ну ты будь мужиком. Ну ты, наконец, то-то-то-то-то ему что-то советовала. Думаю, ну надо же. Нона советы умела давать. Хотя сама делала ошибки. Но внешне пока все складывалось более чем благополучно. После премьеры «Трое вышли из леса», полюбившаяся зрителем пара Смирнова-Зубков уже играла вместе в новой картине. Еще одним актером, с которым Зубков постоянно снимался, был кумир его детства Николай Афанасьевич Крючков. Их первая встреча произошла на съемках фильма «Над Тисой» в том же 58-м году, где оба сыграли шпионов. Браток, подвезешь до города, на пол-литра заработаешь. Садитесь, товарищ Белограй. Легенда советского кино Крючков сразу принял начинающего актера в круг своего внимания. Вспоминает их партнерша по фильму Татьяна Конюхова. У него было очень много сцен с Крючковым. И я узнала, что Николай Афанасьевич очень им заинтересовался. И очень много времени они проводили вместе и общались. У Крючкова Зубков научился очень многому. Улавливать эмоции партнера и выдавать идеальную парную игру на площадке. Уметь подставить коллеге свое дружеское плечо и проявлять терпение во время неудачных дублей. Он был чудесный партнер. Он никогда не тянул одеяло на себя, никогда ничего не предлагал или не поправлял тебя. Он делал свое дело отлично, великолепно. Роли в этих двух фильмах 1958 года открыли другим режиссерам глаза на великолепные внешние данные актера. Зубкова все чаще приглашали играть роль влюбленного в паре, а то и в запутанных любовных треугольниках. Неудивительно, что случались они и в жизни. И наша массовка вся, и наши эпизодники просто влюблены все были в него. Валя не мог без романов, потому что и не он, а женщина. Вежелись на него, что ли, или как. Но они ему не давали прохода. Сыграть любовь и при этом не влюбиться в Зубкова по-настоящему было непростой задачей для первых красавиц нашего кино. Его партнершами были Татьяна Самойлова, Татьяна Конюхова, Людмила Марченко, Галина Яцкина, Жанна Прохоренко, Лилиана Алешникова. У вас фотокарточки нет? На память. Нет у меня фотографии. Жаль. Мы всегда расстаемся. Ну почему навсегда? Придешь ко мне домой. Нет. В дом я к вам не поеду. Я люблю вас. Валентину было достаточно бросить один проникновенный взгляд или просто приподнять бровь, чтобы вызвать сильное сердечное переживание. В неотразимую малявину на съемках Иванова детства были влюблены молодые Андрей Тарковский и его соавтор Андрей Кончаловский. Но особый трепет актриса испытывала к своему экранному партнеру. На фоне Зубкова ее молодые воздыхатели выглядели весьма бледно. В нем это было. И это озорство, этот юмор, этот глаз на Валю Малявину, на женский пол, такой ухарский. Впрочем, от этого сцена скоростного фронтового флирта только выигрывала. Едва актриса слышала ласковый голос Валентина Зубкова, как слезы наворачивались сами собой. От счастья, признавалась Малявина. Тарковский был в восторге. А меня зовут Леонидом. Леонид попросту. Были такие? Что? Ну, знакомые Леони. Нет. Значит, я первый. Неудивительно, что предстоящая встреча с главным героем-любовником советского кино того периода 17-летней Галине Яцкиной внушала страх. Фильм «Половодье» снимался в Тарусе в то же время, что и Иваново детство. Совсем еще юная актриса сыграла невесту, а потом и жену героя Валентина Зубкова. У меня так получилось, что я первое слово «люблю» сказала в кадре, в этом фильме «Половодье». Первый раз поцеловаться мне пришлось на причале в кадре с Валентином Зубковым. Актрисе не только впервые в жизни пришлось поцеловаться. Ей предстояло сняться с Зубковым в постельной сцене. Ее-то и запечатлел на пленку оператор Савва Кулиш. Меня привели в павильон и говорят «ложись», а Савва Кулиш смотрит в камеру и говорит «Галя, у меня экран не широкий, узкий, ближе к Вале, ближе к Вале». Я думаю, они издевались надо мной, шутили. Ближе к Вале. Как правило, в советском кино любовные производственные линии оказывались очень тесно переплетены. Вот и в этой картине в постели молодожены обсуждали сдавать корову в колхоз или нет. Эта полукомичная ситуация, безусловно, разряжала неловкую атмосферу во время съемок этой сцены. Ну а что до романа «За пределами площадки», то его не было и быть не могло. Хотя бы потому, что между партнерами разница в возрасте была больше 20 лет. Эта граница была четко обозначена самим актером в небольшом стихотворении, адресованном Галине. «Иногда я на возраст плюю и нахально в мечтах молодею. Но лишь рожицу вспомню твою, и цвести я уж дальше не смею». Вот это вот стихотворение, которое он мне посвятил и которое я запомнила на всю жизнь. Все романтические истории Валентина Зубкова кончались ничем еще и потому, что он все-таки был очень предан семье и души не чаял в маленьком сыне. Сережа был поздний ребенок. Он родился спустя 7 лет брака и незадолго до начала кинокарьеры отца. Как растет его малолетний сын, Зубков практически не видел. И всегда с нетерпением ждал встречи с ним дома или на съемочной площадке, где его любимый мальчик иногда появлялся вместе с мамой. Фильм «Поезд милосердия» был для Зубкова поэтому очень дорог. Вместе с 10-летним Сережей они сыграли в короткой финальной сцене. Правда, в итоговый монтаж она не вошла, но осталась фотография на память. К ней он потом часто возвращался. С началом радости, а потом в печали. Выключались камеры, звучала команда «Стоп!» снято, а с актером никто не спешил расставаться. Такой уж Зубков был человек. Сам открытый к людям, он умел расположить их к себе. С Крючковым, заядлым рыбаком, вместе удили рыбу, с Кулешом после съемок бегали на сходки тарусских художников и скульпторов. И уж, конечно, без Зубкова не обходилась ни одна актерская вечеринка. «Застолье по вечерам» у Тарковского. Кольц бегает за шампанским и колет туда вниз, значит, за шампанским. Пение под гитару, Тарковский пел очень много. Он поет песни, там, Геныш Паликова. «Ах, утонул я в западной двенели, погибну как-нибудь иначе». И все мы подпеваем. И Зубков сторона не пожалеет обо мне, но мне товарищ подплачет. Казалось бы, все мечты актера сбылись. Он был обласкан и безумно любим всеми. О чем еще можно мечтать? Даже небольшая его роль обеспечивала фильмам зрительский интерес. Кроме мусфильма, Зубкова приглашали сниматься и на других российских и союзных студиях, как сегодня сказали бы, в качестве приглашенной звезды. Его самобытная индивидуальность была своеобразным камертоном для всего коллектива, и для дебютантов, и для маститых ленинградских актеров. Рассказывает о съемках фильма «Поезд милосердия» актер Владимир Рецептор. Эта картина стоит того, чтобы ее вспоминать, потому что команда была очень интересная. И Зубков поразительно в нее вписался. И поскольку это главная роль, вот такое у него было влияние, что ли. Это очень незримое, скромное, скрытное влияние на всех, очень славное. Но критики предрекли фильму незавидную судьбу. Он не был безупречным по части исторической достоверности и актерской игры. Актерам БДТ не удалось избежать театральности, а Зубкова обвинили в неудачном самоповторе. Его военных героев вообще редко хвалили после Холина. А от амплуа «Герой-любовника» за несколько лет интенсивных съемок он очень устал. Ну, время сменилось, и ощущение того, что вот такой известности и такой славы у тебя уже больше не будет. И думаю, что он внутренне исчерпал себя, отыграл все, что ему было интересно. Стало понятно, чтобы остаться в списке самых востребованных актеров, необходимо сменить свой кинорепертуар, иначе упреки в самоповторах будут бесконечными. С такими невеселыми мыслями актер перешагнул 40-летний рубеж. По горькой иронии, картина с обманчивым названием «День счастья», в которую Зубков так стремился попасть, была буквально нашпигована недобрыми предзнаменованиями. Не меньше, чем военная драма Тарковского. Ты не шли мне звонких трелий на заре и сада. Ты не шли мне звонких трелий на заре и сада. Но сначала это никого не смущало. Наоборот, казалось, есть все слагаемые для создания хорошей картины. Удивительный совершенно режиссер Хейфиц и такой актерский ансамбль. Паталов, Зубков, Семин. Эпизод играл Крючков, Лариса Голубкина играла. У Зубкова был свой мотив сниматься в новой картине Хейфица. Когда в кино пришли герои-интеллектуалы, большинство режиссеров не увидели актера в этом амплуа. Последовали обидные отказы. Так Михаил Ром утвердил было Зубкова в свой фильм «Девять дней одного года», но передумал. На роль ученого-физика он позвал Баталова. Так что эта работа для Зубкова была своего рода реваншем. За роль геофизика в прессе хвалили только его. Отчасти потому, что персонаж Зубкова был прописан сценаристом Юрием Германом лучше остальных. Увели у меня жену, а я от этой заварушки отовсюду выгнан. А! И не по собственному желанию. А кто в этом виноват? Вы! В фильме «День счастья» талантливый геофизик Орлов не поехал с молодыми ребятами в экспедицию, всего лишь на денек задержавшись дома. Из-за этого двое погибли. Орлов потерял работу, любимую женщину и спился. Зачем ты пьешь? А что нельзя? Давно моя жизнь разбита и исковеркана. Сценарий как будто напророчил Зубкову дальнейшую судьбу, но только в другой последовательности. Все реже и реже его имя и фамилия появлялись в титрах первыми. Актер стал играть второстепенные роли. Да и в кадре прежнего Зубкова было не узнать. Он исхудал и осунулся. Глаза его потухли. Он похудел. Он очень похудел. И весь седой. Я говорю, ой, какой ты валим. Как ты похудел, посидел? А ты что, не меняешься, что ли? Сказал он мне. Так как-то сердито. Что же произошло? Увы, привычка пить у Зубкова появилась с войны, с фронтовых 100 грамм. Да и черпать вдохновение фужером перед выходом на сцену или киноплощадку в актерской среде не было делом зазорным. Тогда считалось, что это не мешает осуществлять творческий процесс. Он выпивал. Бывало. Это действительно так. Может быть, война на него отложила отпечаток. Но нет, он никогда не был в кадре пьяным. У него никогда не было так, чтобы глаз его был нетрезвый. Постепенно болезнь стала брать верх. Веселье затихло. Актер стал пить в одиночестве. Хотя работать по-прежнему старался без сбоев. Еще со времен театральной студии он твердо усвоил заповедь Воинова, который говорил, что творчество начинается с дисциплины. Вот что-то в нем осталось от той самой жизни, которую он провел во фронтовом качестве. Он был очень обязателен, очень точен. Никогда ничего не срывал, никогда ничего не пропускал. Всегда был, всегда готов. В конце концов, актер нашел способ преодолеть свою слабость. Хотя вернуться к полноценной работе так и не получилось. Он больше не мог запомнить даже короткий текст из роли или последовательность своих действий в кадре. Зубков очень стеснялся своего недостатка, волновался и от волнения забывал текст напрочь. Приходилось делать дубль за дублем. С этой проблемой Родион Нахапетов и столкнулся на съемках своего первого фильма. Оружие есть? Да откуда же нас оружие? Чего вы выдумали? Гражданка, я не вас спрашиваю. Обозрена. А я тут хозяйка и лучше знаю, чего у меня есть, а чего нет. Вот мы сейчас и убедимся, какая вы хозяйка. Я понимал природу этого волнения, но я не уверен, что все вокруг догадывались или понимали, что он ранимый, чуткий, то есть не такой, как сказать, которого можно обругать и ничего с ним не будет. У него, мне казалось, что это бьет прямо в сердце. Оказалось, это еще полбеды. Настоящая беда постучалась в дом актера летом 1977 года. Погиб его единственный сын. 23-летний Сергей только-только вернулся из армии, но утонул, купаясь в Волге под Угличем. Погиб не один, вместе с другом. Сценарий фильма «День счастья» сбылся с ужасающей точностью. Загородный дом, где когда-то гуляли шумные актерские компании, огласился страшными рыданиями. На потрясенного отца было больно смотреть. Он зарылся в какие-то вещи, висевшие на вешалке в прихожей, и кричал так громко, что было слышно на другом конце поселка. Актерское братье не оставило Валентина Зубкова в беде. Многие тогда выразили ему слова поддержки и сочувствия. Помогли актеру из жильем. Оказалось, что за всю жизнь он не скопил даже на отдельную квартиру. Коллектив поставил во главе театра, чтобы я была председателем месткома. Я узнала, что очень плохи дела у Зубкова, и он болен, что надо позаботиться, в общем-то, отдельную квартирку какую-нибудь, хотя однокомнатную. Но оценить заботу друзей Валентин Зубков так и не смог. Склероз прогрессировал. Он больше ничего не помнил, даже не мог назвать по имени свою жену Нину, с которой прожил 30 лет. А когда выходил погулять, жена клала ему в карман записку с домашним адресом, чтобы он мог найти дорогу назад. Он знал дорогу, он знал всю Москву, он мог уйти куда угодно и прийти, но людей не узнавал. В начале 1979 года актер в очередной раз попал в больницу, и из нее он уже не вернулся. Вписать свое имя в историю кинематографа мечтают многие, но не всем удается. У Валентина Зубкова это получилось. Его сильнейшая роль капитана Холина вошла в учебники по киноискусству. Он мог сыграть и больше, но важнее, что зрители его по-прежнему любят и помнят. И 9 мая во время шествия бессмертного полка над многотысячной колонной людей в числе других высится и его фотография. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова